Районная газета «Видновские вести» живет уже более 80-ков лет. В разные годы своего существования она называлась по-разному, и дизайн ее тоже менялся. В год 85-летия Ленинского района сотрудники периодического издания взяли курс на обновление. Какой теперь будет любимая газета, какую информацию мы будем из нее черпать, и как она будет выглядеть, расскажет наш корреспондент Людмила Медведева. Первый номер района газеты вышел в 1931 году. Спустя два года после образования Ленинского района. Она тогда больше напоминала листовку и называлась «В бой за коллективизацию». Теперь газета «Видновские вести» – полноценное издание. Освещает жизненные вопросы Виднов. Она емкая, интересная. Там и текущие дела, и ГИБДД, и сводки. И когда ярмарки, объявления, все нравится. Газета «Видновские вести» – издание, которое содержит в себе много материалов, касающихся непосредственной жизни в районе. И, естественно, она у людей вызывает интерес. Звонят по самым разным вопросам. Бывают, звонят по недавно вышедшему номеру. Какие-то вопросы возникают у людей. Бывают и какие-то негативные иногда. Люди разные, вопросы разные. Но время не стоит на месте. Жизнь требует обновления. Сотрудники газеты «Видновские вести» пришли к выводу, что пора менять облик нынешнего издания. Мы решили поменять дизайн газеты, и не только дизайн. Мы хотим сделать газету более динамичной, чтобы материалов было больше, чтобы были красивые крупные фотографии, информативные заголовки, никаких особых излишеств по дизайну. Заголовок, рубрика, текст, картинка. Внешний вид газеты должен соответствовать неким типографическим правилам. Она должна быть красивой, не только интересной, но и красивой. Это всегда творческий процесс, особенно когда новый дизайн. Это, конечно, сюрприз для наших читателей, но это будет связано с оформлением газеты, с размещением текстов, фотографий, в основном с этим. И, возможно, появятся новые рубрики, которые действительно больше интереса вызовут у наших читателей. В новом макете газеты оставлены наиболее запоминающиеся детали. Такие, как герб, буквы на первой странице. Но цвет изменится, изменится шрифт и стиль. То, что мы сейчас сделаем, это наверняка будет неокончательным макетом. Потому что новый макет газеты нельзя создать за один день. И даже за неделю нельзя сделать, и даже за месяц. Он будет еще какое-то время отстаиваться, оптимизироваться. Я надеюсь, наши преданные читатели будут высказывать свои пожелания и замечания. Кстати, я приглашаю их к этому диалогу. В пятницу 12 сентября видновчане увидят газету «Видновские вести» обновленной.